Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Смогилова и сегодня хочу вам показать свой уход на март месяц, уход именно за лицом. И да, я знаю, что я уже довольно опоздала с этим видео, но мне все-таки хочется снять его, хочется вам показать свой уход. И помимо этого, я сама понимаю, что данное видео меня дисциплинирует пользоваться именно этими продуктами, тем самым я изучаю их и понимаю для себя, насколько они мне подходят, либо нет. Прошу также меня извинить за мой голос, немножко больной. Я тут чуть-чуть решила приболеть в выходные, но вчера было намного хуже, вчера я вообще снимать не могла, сегодня уже немножко получше. Голос, конечно, еще больной, но все-таки, я думаю, вам не будет очень неприятно его слушать, по крайней мере, очень на это надеюсь. Ну что, давайте приступим, давайте сначала начнем именно с очищения лица. И давайте начнем с очищения. В качестве очищающей мицеллярной водички я в этот раз возьму вот такую мицелляручку, она совсем-совсем новенькая для меня. Покупала я ее недавно, она называется Leak Proskin Care Bio, такое сложное название, я все время думала, это либо О, либо К, потом на обратной стороне прочитала, что это оказывается действительно Ку английская. Это мицеллярная вода для всех типов кожи, подходит зеленым чаем, очищает и увлажняет для лица, глаз и губ. Здесь 500 мл, очень такой большой объем, хватит этой мицеллярки надолго. И я обычной мицелляркой именно убираю макияж только с глаз, а с лица я пользуюсь немножко другими продуктами, сейчас я вам тоже покажу. И вы знаете, эту мицеллярку я уже попробовала, несмотря на то, что это мое недавнее приобретение, и она мне очень понравилась. Для меня она встала на один уровень с мицелляркой от Avon, а как вы понимаете, ценовая категория у них абсолютно разная, поэтому присмотритесь, достойная, очень достойная мицеллярная водичка. А с лица я буду макияж снимать вот таким средством, это средство от Clinique Take the Day Off, и очень хорошее средство, оно сделано в виде, наверное, какого-то масла, такого застывшего, как вам показать, вот такое. Это бальзам, и он очень хорошо снимает макияж. Единственное, что мне не очень нравится в этой упаковке, это то, что приходится туда пальчиками залезать. Но сам по себе продукт, конечно, очень хороший, я немножко про него забыла, он у меня очень долго стоял, и вот я его все-таки решила взять в использовании, буду им снимать макияж непосредственно уже с лица. Он очень хорошо очищает кожу и прекрасно справляется с поставленной задачей. Переходим непосредственно к очищению кожи, то есть к умыванию. В качестве вечернего ухода, я хочу начать в этот раз именно с вечернего ухода, я буду пользоваться данным средством, это корейское средство, фирма называется, бренд называется Farmstay, с углем она, и тут уже совсем чуть-чуть осталось, и мне нужно ее добить, потому что она у меня открыта уже, наверное, полгода, я думаю, ее пора уже переводить в статус пустых баночек. Здесь было 180 мл, очень хорошо отмывает, отмывает до скрипа, единственное, что скрипеть кожа тоже все-таки может по-разному. И мне иногда кажется, что этот скрипит верхний слой кожи, а внутри кожа не очищена. Не знаю, почему у меня именно такие ощущения, не могу объяснить сама себе, но вот не скажу, что она очень глубоко проникает в кожу и очищает все-все до конца. Но вот верхний слой кожи, он точно именно скрипит после ее применения. Кому-то это ощущение очень не нравится, меня же, в принципе, устраивает, у меня кожа комбинированная, склонная к жирности, и сам вот этот момент, когда кожа скрипит, говорит о том, что она очищена. Как минимум хорошо, пусть не до конца, но все-таки хорошо. И именно по этой причине данную пенку я буду использовать именно в вечерний уход, для того, чтобы она максимально очищала мою кожу после макияжа, после дня, когда кроме макияжа еще и пыль на коже садится. В общем, очень много загрязнений в течение дня, поэтому данное средство, я думаю, с этим замечательно справится. После очищения буду использовать вот такой тоник, в этот раз это у меня тоник от Ифраше, Себа Веджетал линейка называется, и это матирующий лосьон пудры. Сейчас он у меня в смешанном виде, и вы видите, что он такой прям непрозрачный абсолютно. Когда же он немножко постоит, то у него отделяются две фазы, первая фаза как раз-таки прозрачная, и на дно ложится та самая пудра. Очень хороший лосьон, очень хороший тоник, мне действительно очень нравится, и это моя повторная покупка, одно средство у меня такое было, и я решила его повторить. Моей кожи, моей комбинированной коже подходит. Это средство, это чай, давайте правильно прочитаю, как здесь про него написано. В общем, вот здесь не по-русски, даже не знаю, как прочитать, ледум глоэнландикум какой-то, известный как пудра бореального чая, восстанавливает баланс кожи, матирует, делает поверхность кожи более ровной. Перед использованием хорошо встряхните флакон, затем нанесите лосьон на чистую кожу лица, избегая контура глаз. Вот, как я уже сказала, обязательно нужно встряхнуть, только после этого мы уже наносим данное средство. Тоник у меня в данном случае всего один, поэтому использовать я его буду и утром, и вечером, и вот показываю именно в вечернем уходе. Ну а после тоника я буду использовать вот это средство, это недавнее мое приобретение, мне присылали, Стайл Корейн присылал целый набор, целых два набора на обзор, и мне средства действительно понравились. Я сейчас их беру в использовании, вернее уже взяла, и вот вам сейчас показываю, что же у меня будет на март. Увлажняющая ампула, здесь 100 мл, бренд называется Pyunkang Yule, и это средство, знаете, у меня какие-то двоякие чувства по поводу него, потому что если рассматривать способ применения, то это довольно липкая жидкая, здесь, конечно же, удобно именно сам процесс. Вот такая длинная пипетка, и вот это само средство, посмотрите, оно очень такое тягучее, как вы видите, и оно очень-очень липкое. Я сначала наношу это средство на ладошки, и потом уже ладошками растираю, наношу это средство на лицо. Но имейте в виду, и почему именно на вечерний уход я оставила данное средство, потому что оно довольно липкое и очень долго впитывается. То есть 5-10 минут вам точно нужно дать этому средству для того, чтобы оно у вас в коже впиталось, только после этого наносить уже ночной уход. Поэтому на утро это средство точно не подходит, но в качестве увлажнения продукт мне действительно понравился. Очень хорошо работает, еще раз напомню, это увлажняющая ампула, потому что подобное средство, еще кое-что именно от этого бренда у меня есть еще в дневном уходе. Интересный продукт, увлажнение от него действительно хорошее, поэтому присмотритесь. Далее, после того, как данная ампула впиталась хорошо, я беру крем для глаз. В этот раз у меня будет вот такой. От Хэмиш, тоже был в посылочке от Style Korean. Это, насколько я помню, с морской водой, либо с морскими водорослями крем для глазок. Здесь довольно большой объем, не вижу сколько, но здесь очень хороший. 30 мл здесь объемчик. И опять, почему я использую это средство именно в качестве ночного ухода, потому что оно довольно плотное. Посмотрите, какая у него текстура. Он действительно очень-очень плотный. Давайте прям нанесу, посмотрю. Его надо хорошенько разносить. Он сам не разносится. Нужно применить прям усилие для того, чтобы его хорошо разнести по той зоне, где вы хотите это увлажнение. Но работает он очень хорошо. Действительно хорошо. Хватает его надолго. Тоже советую к этому средству присмотреться. Очень хороший увлажняющий крем для глаз. Ну, а просто на коже уже я непосредственно ношу вот этот крем от Фаберлик. Это Гардерика, либо Гардерика, все по-разному называют. Ультрапитание, клеточный дневной крем. Это дневной крем, да. Я вижу, что здесь написано дневной крем. Но в качестве дневного крема мне продукт не подошел. Он для меня слишком плотный. Такое средство в день использовать я точно не могу, потому что очень сильно блестит лицо. До конца он не впитывается. Хотя сам крем по себе очень хороший, очень достойный. У меня здесь его активно дочка использует также. Но она использует его в день. У нее лицо не такое жирное, как у меня. Поэтому ей, в принципе, вполне подходит. Как вы видите, он активно у меня используется. Еще месяц назад я им пользовалась и в день, и в ночь. Он хорошо работал. Но сейчас я уже понимаю, что в день он для меня действительно слишком плотный. И использовать я его в день не могу. Продукт очень хороший. Единственное, что я подразумеваю, что если дневной крем на комбинированной коже такой плотный и не подходит, получается, под дневной уход, то ночной крем, я думаю, будет еще плотнее, возможно, еще жирнее. Я, конечно, не пробовала, но допускаю это. Поэтому, возможно, не тот уход, который нужен для комбинированной жирной кожи. Но как сам крем, сам отдельный продукт, он, конечно же, очень хороший. Мне понравился. Так, переходим с вами к дневному уходу. У меня еще с прошлого месяца осталось вот это средство. Оно у меня уже давно, между прочим, стоит. Я его тоже хочу добить. Это клиник умывалка от клиника. Очень хорошая умывалка. Она мне очень нравится. Очень хорошо остатки макияжа снимает кожу, не сушит. Вообще, средство замечательно. Мне прям действительно нравится. Просто я его покупала целой системой. Там был крем, там была умывалка, плюс еще был тоник. Тоник я в прошлом месяце уже закончила. Вот умывалка у меня такая бесконечная, как вы видите. Чуть-чуть осталось, но это все-таки, мне кажется, надо добить. В общем, я беру вот эту умывалку. Я ее точно уже в марте добью. Ее уже не останется. И когда она у меня закончится, я себе уже приготовила следующее средство. Была у меня вот такая миниатюрка. Это здесь 50 миллилитров. Попадался он у меня, скорее всего, в коробочке красоты. Это урьяж. Это очищающий гель. Давайте посмотрим, что у него здесь заявлено. Очищающий гель для смешанной жирной кожи. Очищает, оздоравливает, восстанавливает баланс кожи. Гипоаллергенный, некометогенный, без мула, без парабенов. Отличная заявка, отличное заверение. Я думаю, он мне должен подойти. Тем более, как раз таки указано, что он подходит для комбинированной, для жирной кожи. И 50 миллилитров это отличный объем. Это даже, мне кажется, больше все-таки, чем миниатюра. Потому что некоторые средства, в принципе, именно очищающие средства, умывалки, продаются в объеме 50 миллилитров. Именно поэтому я очень люблю коробочки красоты. Потому что очень удачные вот такие штуки я там себе нахожу. Так, это уже у нас пошел дневной уход. Тоник я также буду использовать от Ифраши. А вот следующий этап дневного ухода у меня тоже будет продукт от Пюнканг Юл. И это уже увлажняющая сыворотка. Это продукт очень мне понравился. То есть, если в том продукте есть еще какие-то, ну, так скажем, не совсем понятные для меня моменты. В плане такой впитываемости тяжелый. В плане того, что он очень липкий. То здесь абсолютно просто мой любимчик. У него вот такая основа. Как вы видите, он вот такой, как молочко выглядит. Он на вид, конечно, немножко густоват. Но по факту, когда вы его в ладошках начинаете растирать, он просто превращается в водичку. Потрясающее средство. Питывается просто моментально. Буквально, я не знаю, секунд 10. И вы его уже на лице не чувствуете. Но при этом он действительно очень хорошо увлажняет кожу. Вы знаете, что я заметила? Что когда я, если вечерний уход полностью проведу со всеми своими средствами, вплоть до последнего, то с утра иногда у меня происходит так, после нанесения вот этой сыворотки, я забываю нанести дневной крем. То есть она настолько увлажняет кожу, что я забываю, что не нанесла крем, наношу сразу макияж. И я понимаю, что это действительно именно заслуга этой сыворотки. Но здесь, как вы понимаете, здесь еще нужен, получается, очень хороший качественный ночной уход. Если же по каким-то причинам бывает такое, что я очень устаю, только снимаю макияж с глаз, например, мицелляркой. И с лица тоже мицелляркой сняла. Если она даже не пошла умываться, то есть не было вот этого вечернего увлажнения и питания, то я, конечно, после ее нанесения все-таки чувствую, что мне не хватает увлажнения. И я это понимаю и чувствую действительно по своей коже, по своим ощущениям. Но если вечерний уход провести по всем правилам, то действительно она прям даже может заменить полностью крем. Очень хорошая штука. Посоветую присмотреться. Можно приобрести даже по скидочке. Там же на Style Korean ссылочки я внизу все оставлю на всякий случай. Проходите, смотрите. Средство прям вообще шикарное, бесподобное. Дальше по глазкам. За зону вокруг глаз я буду использовать тоже это средство. PUNKEL QL. Это крем для глаз с черным деревом. Вот такое средство. Здесь, кстати, сколько миллилитров я опять не вижу. Не знаю, сколько здесь. Оно тоже довольно плотное по своей текстуре. Давайте сейчас вам покажу. Видите, даже как оно выходит. Вам уже понятно, что оно действительно плотно. Оно будет очень напитывать кожу, насыщать. Ее будет очень хорошо работать. Но так как у меня был как раз таки выбор стоял между этим средством и вот этим средством, я понимала, что Marine Care, оно намного плотнее. И его нужно использовать в ночь. Это средство именно по той причине, что оно все-таки чуть легче. Я буду использовать в день. Я им уже начала активно пользоваться. Достойный продукт. Очень нравится. Очень хорошо увлажняет зону вокруг глаз. Действительно хорошо работает. Никакого ощущения нету, что хочется какого-то дополнительного увлажнения питания. Такого после данного крема точно нет. И переходим уже к непосредственно кремику. Это мой заключительный, получается, этап дневного ухода. Крем. Это крем N.U. Ультрапитание. Крем для лица. Легкая текстура. N.U. Это линейка Avon. Премиальная линейка Avon. Очень хорошее средство. Вот так выглядит сам крем. И давайте попробую чуть-чуть нанести. Он действительно легкий. Он немножко все-таки, конечно, тяжелее, как моя кожа привыкла. То есть на лето данное средство мне точно не подойдет. И мне нужно будет брать что-то уже с такой гелевой, скорее всего, основой, базой. Но вот сейчас, когда еще совсем на улице холодно, в принципе, марта, у нас вообще не радует теплой погодой, морозы на улице стоят. И это средство очень хорошо на мне срабатывает. Он очень хорошо впитывается. То есть он, когда наносится, конечно же, видно, что на коже находится крем, что он немножко блестит. Но очень хорошо и очень быстро впитывается. Если бы быстро не впитывался, я бы просто не могла им пользоваться. Так как с утра я не могу позволить себе каждому продукту, который я наношу, давать даже минимум 2-3 минуты для того, чтобы он сработал. Не могу, потому что у меня просто времени на это нет. И этот крем я, конечно, брала его с опаской именно в дневной уход. Я боялась, что он будет очень долго впитываться. Но все-таки мне повезло. И он действительно очень хорошо быстро срабатывает. И потом я наношу уже базу под макияж, и все замечательно у меня смотрится. Так, основной уход весь у меня на экране, как вы видите, все. Это все умывание утреннее, вечернее, весь дневной уход и ночной уход я вам показала. Давайте переходим непосредственно к маскам для лица и к каким-то дополнительным средствам, которые я буду использовать на март месяц. Давайте начнем со скрабика. У меня очень много средств, как я выяснила, уже с подходящим сроком годности. Это печально, потому что я понимаю, что средства, получается, у меня стоят, и я не успеваю их использовать до окончания срока годности. Поэтому буду сейчас пересматривать в ближайшем месяце и прям максимально-максимально пользоваться. Первое, что я вам покажу, это тонизирующий скраб для лица с экстрактом белого чая. Это Avon, линейка Планета СПА. Средство немножко мягче, чем мне бы хотелось, именно в качестве скраба. Давайте я вам тоже покажу. Он вот такого белого цвета. И когда вы его разносите, на сухой коже, да, он хорошо работает. То есть я чувствую промыть и частички. Но если попробовать нанести на влажную кожу, хорошо влажную кожу, то очень-очень деликатно сработает. Для моей комбинированной кожи этого мало. Но если кожа у вас сухая, чувствительная, либо просто нормальная, вполне допускаю, что этот продукт будет на вас хорошо работать. Потому что знаю, что у кого кожа чувствительная, либо нормальная, в принципе, не любит таких жестких скрабиков. Я же как раз наоборот люблю эти жесткие скрабы. И в данном случае у меня здесь вариант только пользоваться на сухую кожу, либо как минимум такую полувлажную кожу. Для того, чтобы почувствовать все-таки эффект от этого скраба. Цель я себе все-таки поставила его добить, его действительно нужно мне добить. Здесь, конечно, совсем не скажу, что там мало осталось. Но я думаю, 2-3 раза в неделю я его буду использовать. И как минимум в начале апреля я его все-таки добью. Дальше, по масочкам. Давайте сначала по масочкам пробежимся, которые у меня находятся непосредственно в тюбиках. Первое, что я беру в использовании, продукт, у которого тоже скоро сечет срок годности. Это моментальная маска для лица против усталости кожи для всех типов кожи. Женьшень дальневосточный и биосахариды с комплексом витаминов С, Е и Ф. Это Натура Сибирька. Очень хорошая маска. Мне действительно нравится. Она тоже по своей консистенции такая похожа на предыдущий продукт. Покажу. Здесь не так много осталось, поэтому здесь у меня успехи точно будут в плане использования. Вот такая маска, посмотрите. Она довольно такая жиденькая, но очень хорошо наносится. Довольно приятно пахнет. Пахнет кремиком почему-то. Здесь не такая вот косметическая отдушка, а пахнет каким-то просто кремом пахнет. И, как мне кажется, очень хорошо работает. Я сегодня как раз ее с утра нанесла. Прекрасно она кожу, как будто бы, вы знаете, действительно напитывает. Не перенасыщает, но напитывает. Кожа выглядит очень отдохнувшей, очень такой свежей. Мне масочка нравится. Ну вот здесь уже, вы видите, совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, там 2-3 применения, и она у меня просто закончится. Очень хорошая маска, с огромным удовольствием ее беру в использовании. Следующая маска, которую я беру, это тоже Панета Органика, тоже Эйвен. Это разогревающая маска для лица. Здесь 50 мл, тоже осталось не совсем много. Надо ее добивать, потому что срок годности у нее заканчивается. И это очень интересная маска. Я, честно говоря, сначала даже ее не распознала, как ей правильно пользоваться, пока внимательно не изучила все надписи, которые сзади есть. Ее нужно наносить на влажную кожу лица и тут же начинать растирать на коже. И она под вашими пальчиками, она просто начинает действительно греться. Удивительный такой эффект, непривычно, потому что, я не знаю, как минимум у меня такая маска Пита первая. И мне очень нравится этот эффект. Единственное, что масок много, не каждый раз я ее пользуюсь. Но эффект действительно классный. Стоит обратить внимание, я, честно говоря, не знаю, сейчас она есть еще в каталогах, либо нет, но если вы ее найдете, обязательно попробуйте. Очень такое интересное ощущение, когда под вашими пальчиками средство начинает греться, и кожа подвергается вот такому термоэффекту. Очень классная маска, будем тоже пользоваться ею. И последнее средство, которое я беру именно в плане масок, таких вот в тюбиках, это от Vitex. Это белорусский бренд Black Clean угольная линия, черная маска-пленка для Т-зоны. Она с активированным бамбуковым углем и должна вытягивать черные пробки из пор, сужать расширенный пор, делая их менее заметными и не должна сушить кожу. Я ее в свое время пользовалась, потом вообще как-то подзабыла, подзабила, возможно, потому что я не видела от нее эффекта. Наверное, надо будет попробовать еще раз, попробовать именно после, может быть, как-то кожу распарить, после применения ванны, после применения душа, попробовать, как она в этот момент сработает. У нее тоже срок годности подходит к концу, нужно ее действительно прям в кратчайшие сроки использовать и, возможно, просто найти к ней подход для того, чтобы она работала. Потому что я о ней слышала положительные отзывы, но не знаю, то ли это связано с тем, что, может быть, кожа у меня какая-то не такая, но вот как-то на мне особого эффекта она не произвела. Будем, в общем, ее использовать, будем ее изучать, находить к ней подход, чтобы она на нашей коже, на моей коже сработала хорошо. Так, идем с вами дальше. Следующий продукт, который я вам покажу, это продукт от Синдо. Это сыворотка для лица витамины с экстрактом граната. Вот такая сыворотка с такими интересными гранулами, посмотрите, очень такие интересные гранулы. И эту сыворотку я покупала в фикс прайс, наверное, все ее отлично знают, но на лице она у меня абсолютно не сработала, никакого увлажнения не давала. Вообще после нее ничего не почувствовала, поэтому на лицо я ее использовать не стала, а пользую ее на зону декольте и зону шеи. Я считаю, что именно зона шеи и декольте, она относится все-таки к уходу за лицом, а не за телом, поэтому я решила данное средство показать вам именно в этом видео, где показываю уход за лицом. Для ухода за шеей и зоной декольте, я думаю, вполне продукт подходит. Я не скажу, что я чувствую какое-то особое, опять-таки, увлажнение именно там, но знаю, что кожу там действительно нужно увлажнять. И вот для того, чтобы этот продукт не выбрасывать, я его все-таки добью именно в этом направлении. Ну и посмотрим, может быть, в конце, в пустых баночках вам скажу свое мнение, какие-то изменения произошли на моей коже, либо не произошли. Но на лице, повторюсь, абсолютно не сработало, повторять точно не буду. Не скажу, что Синдо вообще какая-то там очень плохая фирма, бренд, либо наоборот очень хорошая. У меня есть продукты, которые очень хорошо мне подошли, которые прям действительно мне понравились. Есть продукты, которые вообще мне не понравились, и вот пока не знаю в целом, как к этому бренду относиться. Следующий продукт, который покажу, это Фаберлик Эксперт, это сыворотка для роста ресниц. Я надеюсь, вам видно. Так, вот так видно сыворотка для роста ресниц. Код давайте сразу покажу, может быть, кто захочет себе приобрести. Так, камера не хочет фокусировать. 11-24. И очень интересная щеточка у этой кисточки. Давайте вам покажу. На кончике этой щеточки вот такой спонжик находится, по которому, в принципе, да, по краю ресничной зоны нужно проводить. И сама вот такая щеточка, на которую мы наносим средство уже непосредственно на реснички. Вы знаете, я не скажу, что прям я в восторге от этого средства. Единственное, что могу сказать, что я заметила. Да, тяжело как-то с фокусом, да, все отблескивает. Единственное, что могу сказать, я в последнее время, не каждый день, к сожалению, но вот через день, наверное, получается все-таки на ночь мне этим средством пользоваться. И я заметила, что у меня реснички стали длиньше. Не гуще, не черней, но длиньше. Я, в принципе, крашу реснички своими обычными средствами. Это сыворотка от Эволайн и тушь от Эволайн. Но смотрится как-то сейчас все стало по-другому. Может быть, это заслуга туши, не знаю. Может быть, что-то такое произошло в формуле, она изменилась. Но мне кажется, все-таки хоть чуть-чуть, но заслуга данного средства все-таки есть. Я вижу, по крайней мере, когда я наношу тушь на ресницы, я вижу, что они у меня длиннее стали. Ну, я все-таки склонна думать, что это от этого средства. По крайней мере, мне хочется думать, что это действительно, оно мне в этом помогает. Поэтому, в любом случае, в моем уходе остается. Буду с удовольствием его использовать. Ну, и следующее, что я вам покажу, это система от Фиберлик Эксперт. Это система Active Renival. Как-то так она называется. Как она действительно правильно называется. Давайте посмотрим. Ну, в общем, химический пилинг с AHA-кислотами. И она в трех шагах у меня представлена. Шаг А, шаг Б и шаг С. И давайте я вам сейчас открою и покажу. Я использовала уже раза четыре точно эти средства. Пока не могу сказать, что они как-то особенно на меня воздействовали. Или что я какое-то прям, что-то заметила такое явное. Нет. Хотя я чувствую, что они действительно, в принципе, работают. То есть, саму работу на коже лица я чувствую. Но при этом пока визуально каких-то изменений на лице я не заметила. Очень долго я собиралась с тем, чтобы начать вообще этими средствами пользоваться. Потому что я почему-то думала, что там такая заморока будет. Что там надо будет все высчитывать, вычитывать и так далее. По факту уже, когда я один раз просто все внимательно прочитала, разобралась, я поняла, что пользоваться данной системой довольно легко. Это первый шаг. Мы наносим химический пилинг на кожу лица. Ждем 8-10 минут. Но здесь единственное, что если кожа чувствительна, то, конечно, надо начинать с каких-то минимальных минут. Потому что кожа у меня нечувствительная. Я сразу начала с 10 минут. И у меня никакого эффекта негативного не было. Дальше наносите энзимный микропилинг, который нужно растирать руками по коже лица. Тоже примерно 2-3 минутки. Либо, кстати, больше. Я даже сейчас уже не помню. Но написано несколько... В течение нескольких минут. То есть, смотрите. Он просто по истечению времени исчезает и начинает под пальчиками. Поэтому я в этот момент как раз-таки прекращаю уже вот эти движения массажные делать по лицу, по коже. И следующий шаг, третий шаг. Это уже сам крем. Он такой очень нежный. Очень прям как водичка растворяется на лице. Очень хорошо наносится. Очень легкий. Вот этот крем уже как бы закрепляет эффект вот этих двух шагов. Как я сказала, уже раз в 4, по-моему, я попробовала. Сами средства отличные. Но пока визуально на коже изменения не увидела. Буду обязательно пробовать дальше. То есть, хочу пройти курсом. Курс предполагается для... Ну, для моего возраста 35 плюс и для моей кожи через день. Я вот так и пытаюсь сделать, пока, честно, не получается. У меня через день у меня то раз в неделю получается, то два раза в неделю. Надо за себя взяться и попробовать провести этот курс действительно прям от и до. И, может быть, тогда я увижу эффект. Пока время есть. Вот, наверное, как раз возьмусь. И у второй половины марта, в начале апреля, пока солнышко у нас еще вообще практически не фигурирует на небе. И нету, не будет последствий от применения кислотного пилинга. Я как раз таки возьмусь и доделаю все-таки до конца. И потом вам скажу уже свое мнение. Так, ну и осталась у меня последняя категория. Это масочки для лица. Масочки именно вот такие. Тканевые и всевозможные другие. Я для себя тоже выбрала несколько масок. Давайте их посмотрим, рассмотрим. Во-первых, когда делала ревизию в своих тканях масок, обнаружила, что у меня то ли 3, то ли 4 таких вот паровых масок для лица. И как-то я их все обходила стороной. Не знаю, почему-то я боялась теплового эффекта, горячего, теплого эффекта. Но все-таки я понимаю, что, наверное, средство должно быть хорошее, иначе бы в принципе не выпускали подобную маску. И хочу попробовать. У меня их, как я уже сказала, еще 2 или 3 там уже остается в запасе. С одной точкой я смогу поэкспериментировать. И вот первую, которую масочку я выбрала, это как раз-таки паровая маска для глаз. Тут написано, что можно и в перерывной работе, и в поезде, и в самолете, и перед сном. Я ее попробую перед сном, потому что у меня, в принципе, скоро ожидается командировка. Если мне понравится, то я ее уже возьму в поезд. В командировку я поеду на поезде, скорее всего. Не возьму в поезд, а там я ее воспользуюсь. Дальше следующее, что я беру в свой уход, именно на март месяц, немножко блестит все, да. Это маска Slice от Coco Star, томатная маска. Я, честно говоря, пока не понимаю вообще, как ей пользоваться. Я не понимаю, что внутри, что это за штуки, куда их наносить. Но потом внимательно все-таки изучу перед применением. И давно она мне лежит, надо использовать. Это тоже, кстати, корейская маска. Очень она красивая, очень интересная. Я ее очень долго хранила именно в своей коллекции тканевых масок. Не хотела пользоваться, чтобы она подольше лежала. Но все-таки понимаешь, что продукт имеет свойство свое выходить по срокам годности. Надо ее срочно брать. Следующий я нашла уже открытую пачку вот таких вот патчей омолаживающей маски для области под глазами. Как она правильно называется? Интенсивный коллаген. Здесь было 30 штук. Сколько по факту осталось, сказать не могу. Но не эти патчи тканевые, не гидрогелевые, как мы к этому привыкли. И даже не могу вспомнить, честно, какое воздействие на меня они производили. Поэтому, так как пачка открыта, предполагаю, что я проверяла, они там влажные. То есть средство в любом случае осталось. И если дальше оставлять, наверное, уже все испарится. Поэтому вот беру в применение. Посмотрим, насколько хватит. Но буду использовать именно в марте месяца. Дальше, следующую, которую масочку я решила взять, тоже все так блестит со всех сторон. Это Эвлен Косметик. Нью Гиалурон. Маска нового поколения. Моментально регенерирующая гелевая маска. Которая дает интенсивный лифтинг. Плюс 24 часа глубокое увлажнение. Заметная редукция морщин. Не скажу, что у меня морщин очень много. Но попробовать стоит. Интересно, что такая за гелевая масочка. Как она на мне сработает. Следующая, я взяла маску от Крио. Это Крио маска для области под глазами. Лифтинг эффект, интенсивное увлажнение. И они, кстати, вот эти масочки идут под номерами. Это у меня номер 503. Серия Ледяные кристаллы. Она... Так. Нет, она не тканевая. Она обычная такая масочка. Здесь просто находится сам продукт. Это не тканевая маска. Следующее, что я беру. Это распаривающая маска. Омолаживающая, очищающая от Комплимент. Комплимент это тоже, по-моему, белорусский бренд. Так, давайте посмотрим. Нет, это не белорусский бренд. Я ошиблась. Это производство Москва. О, Стелла. Почему-то я подумала, что Комплимент белорусский бренд. Конзима молодости Q10 плюс R. Так, что у нас здесь написано? Глина, масло, ромашки, экстракт зеленого чая. Расслаженная кожа. Идеально очищенный порос. С удовольствием проверю, насколько она работает, эта масочка. Ну и последняя маска, которую я беру, она тоже от вот этого бренда. Вернее, Крио. Это, наверное, линейка называется. А бренд называется Левитасион. Видимо, как-то так. И это уже тканевая маска. Маска для лица Меза Коктейль. И выравнивает поверхность кожи, удаляет жирный блеск. То, как раз, что мне нужно. Это, как раз-таки, моя кожа. Персиковая кожа. И вот номер у нее идет 200. 3D-форма масочки. Очень интересно, кстати. Когда открою, надо будет заснять, посмотреть, что за 3D-форма маски. Ну что, вот такой у меня уход получился. Уход за лицом, повторюсь, на март месяц. Я специально сюда не стала включать уход за телом. Потому что, когда я набрала продукты, которые у меня будут на март месяц. Я поняла, что это будет очень длинное видео. Если включить сюда еще и уход за телом, то это просто будет видео на час. И так я уже наболтала на 40 с лишним минут. Не знаю, как это все буду урезать. Но вот мне хотелось как-то максимально вам подробно рассказать, что же я взяла. Потому что большую часть продуктов я уже попробовала. И у меня уже было сложено мнение по поводу них. Но, как я повторила, ну как я повторяю в пустой паночке. То все-таки именно, когда пустые баночки я снимаю. Вот там мнение как раз-таки окончательное. И самое правдивое, на мой взгляд. Я надеюсь, что вам мое видео понравилось. Я надеюсь, что оно вам было полезным чем-то. Если у вас какие-то вопросы, либо комментарии. Вы что-то пробовали. Хотите посоветовать, как лучше использовать то или иное средство. Либо просто рассказать свое мнение. Обязательно пишите в комментариях. Я каждому из вас отвечу. Если понравилось видео, то не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.